Музыка За период с 3 по 10 декабря 2012 года отряд выезжал 25 раз на различные чрезвычайные ситуации и происшествия, из которых 6 аварийно-спасательные, 3 обеспечения массовых мероприятий, город Пушкино, дворец спорта, дом культуры и обеспечение и обслуживание видеокамер системы «Безопасный город». Один выезд на ДТП, Ельдигинское шоссе, столкновение двух автомобилей. Спасатели оказали первую медицинскую помощь трем пострадавшим. Один человек погиб. Два выезда на ликвидацию аварийных деревьев с проезжей части дороги. Один выезд в Пушкино. Открывали дверь совместно с сотрудниками УВД. В квартире обнаружен труп человека. Вскрытие двери 10 выездов. И один выезд в город Пушкино на усмирение разбушевавшейся кота. С 3 по 9 декабря на территории Пушкинского муниципального района, городского округа Ивантеевка, городского округа Красноармейск зарегистрировано три пожара. 5 декабря в деревне Назарова в Сент-Веденская на улице Вхозная произошел пожар в одноэтажном доме под дачу площадью 6 на 7. В результате пожара дом выгорел изнутри и снаружи по всей площади. 7 декабря произошел один выезд в деревню Ильдигина на оказание помощи при ДТП. 8 декабря произошло два пожара. В городе Ивантеевка на улице Третья Пятилетка произошел пожар в одноэтажном деревянно рубленном доме площадью 6 на 7. В результате пожара выгорела кухня на площади 3 квадратных метра. Пострадавших нет. И в тот же день в поселке Мурашки произошел пожар в частной бане деревянно рубленной одноэтажной с мансардной площадью 6 на 12. В результате пожара баня выгорела изнутри и снаружи по всей площади. Пострадавших нет. Уважаемые граждане, Пушкинское территориальное управление силами и средствами Государственного казенного учреждения Московской области, Московская областная противопожарно-спасательная служба совместно с отделом надзорной деятельности по Пушкинскому муниципальному району обращаются к вам с просьбой соблюдать элементарные меры пожарной безопасности с целью предупреждения гибели людей, а также сохранения материальных ценностей. При обнаружении очагов возгорания звоним по телефону 01. На прошедшей неделе зарегистрировано 52 сообщения о преступлениях. Из них раскрыто 25. В том числе 1 факт порчи имущества, 2 тяжких телесных повреждения, 2 угрозы убийством, 12 краж чужого имущества, 4 незаконных изготовления, приобретения, хранения наркотических средств, 1 угон, 1 ДТП с смертельным исходом, 6 ДТП с пострадавшими. Найдено 2 человека, находящихся в розыске, и раскрыто 33 преступления прошлых дней по горячим следам. Наиболее серьезные из них. 5 декабря в Клязьме на улице Акуловская 26-летний житель Вантеевки в ходе ссоры нанес заявителю проникающее колото-резанное ранение грудной клетки. 2 декабря в Софрино на улице Восточная 50-летний мужчина угрожал заявителю убийством, при этом замахивался молотком. В ночь с 1 на 2 декабря 40-летняя знакомая заявительница, путем свободного доступа, находясь по адресу ее проживания, похитил ноутбук Ассер. Ущерб составил 14 тысяч рублей. Ночью 4 декабря в Пушкино на Московском проспекте, 35-летняя уроженка Иркутской области, тайно похитила у заявителя сотовый телефон Самсунг стоимостью 5600 рублей. Женщина задержана. 7 декабря в 12 часов ночи 23-летний житель поселка Лесной нанес заявителю телесное повреждение и повредил его автомашину ВАЗ-15 модели. Также тайно похитила оттуда съемную панель автомагнитола Пионер. Ущерб составил 20 тысяч рублей. В ночь с 6 на 7 декабря двое молодых людей взломали входную дверь, проникли в помещение библиотеки в поселке Росхмель, откуда похитили компьютер и модем Скайлинк. Ущерб составил 17 тысяч 750 рублей. В ту же ночь путем взлома входной двери они проникли в помещение домового храма, также в поселке Росхмель, откуда похитили деньги в сумме 8 тысяч 500 рублей. Также 8 декабря мужчина совершил угон автомобиля заявителя ВАЗ-9 модели от его дома на улице Маяковского города Пушкина. Ущерб на данный момент устанавливается, автомашина обнаружена. 5 декабря 60-летний житель поселка Росхмель топором повредил входную дверь и пластиковую обшивку, а также разбил три окна в доме заявительницы. Ущерб составил 20 тысяч рублей. 3 декабря в Красноармейске на улице Краснофлотская, находясь дома у заявительницы, ее внук угрожал женщине убийством и при этом демонстрировал молоток. 6 декабря в Красноармейске в боксе без номера, в котором находился 19-летний местный житель, в ходе осмотра было обнаружено и изъято 5 пакетиков весом по полграмма с веществом белого цвета. Со слова задержанного это спайс. 6 декабря около 8 часов вечера на третьем этаже подъезда дома на улице Чкалова, города Красноармейска, был задержан 26-летний уроженец Украины, у которого в ходе личного досмотра обнаружено и изъято 8 полиэтиленовых свертков с прыжкообразным веществом. И в ночь со 2 на 3 декабря 36-летний житель Пушкина, находясь в гостях в Красноармейске на улице Морозова, в ходе распития спиртных напитков в процессе конфликта нанес заявителю несколько ударов ножом. И из ранее раскрытых преступлений. На прошлой неделе был установлен 33-летний житель Пушкина, который в начале июня 2012 года, около 6 часов вечера, находясь в магазине Эльдорадо, похитил телефон Самсунг. В ходе оперативно-розыскных мероприятий также был установлен задержан 23-летний житель Вантеевки, который в период с 12 сентября по 14 октября постоянно похитил с банковской карты заявительницы 44 тысячи рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены и задержаны двое мужчин, которые путем свободного доступа тайно похитили с приусадебного участка заявителя велосипед, принадлежащий заявителю, а также скутер. Ущерб составил 35 370 рублей. На прошлой неделе установлен задержан житель Пушкина, который в середине марта из подвального помещения магазина «Алми» похитил два ноутбука. В 20-х числах октября примерно около 4 часов дня из магазина «Эльдорадо» похитил ноутбук Самсунг. Установлен и задержан житель Костина, который в начале сентября в поселке Правдинский на улице Льва Толстого совершил кражу велосипеда из дома заявителя. На прошлой неделе установлены трое несовершеннолетних жителей Пушкина, которые в период с 1 на 2 ноября повредили окно, проникли внутрь жилого дома в Вантеевке и похитили оттуда имущество на сумму 8 тысяч рублей. Уважаемые граждане, 29 декабря в кабинете номер 204 Межмуниципального управления МВД России Пушкинская по адресу город Пушкина, улица Оранжерейная, дом 19, с 15.00 часов будет проводить прием граждан председатель Общественного совета при Межмуниципальном управлении МВД России Пушкинская Корнев Александр Владимирович. Предварительная запись по телефону 539-0484, 539-0484. Также к членам Общественного совета вы можете обратиться по телефону 8 962 958 9622. Продолжение следует...